Здравствуйте, Элина. Здравствуйте. Вы мне рассказывали о том, что эмоциональный состояние человека часто бывает, как бы, перекидывается на его внешний вид. Соответственно, человек может начинать выглядеть хуже от того, что он чувствует себя хуже, причем не в физическом, а в психоэмоциональном смысле. Вы мне можете что-то поподробнее про это рассказать? У пациентов, которые приходят в наш кабинет, их огромное количество предъявляет жалобой, что различные изменения на коже и состояние волос, ногтей спровоцированы длительными или острыми какими-то стрессами. И таких пациентов, к великому сожалению, с каждым днем становится все больше и больше. О чем мы можем говорить, что стресс занимает в нашей жизни огромное место. Наши пациенты приходят сюда, может, с незначительными жалобами, например, на тусклую кожу, на ее не совсем здоровый вид, на падение волос, на растрескание токтевых пластинок, что, в общем-то, тоже обусловлено такими проблемами, до возникновения достаточно серьезных кожных патологий, которые, в общем-то, людей пугают и, возникнув впервые, могут сопровождать их по жизни. Причем, значительно ухудшая качество жизни этих пациентов и привязывая их к постоянному хроническому лечению. Поэтому, конечно, об этом это очень длительный разговор, но сразу хочу сказать, что в первую очередь это ощущают женщины, у которых после длительных нервных расстройств начинает тускнеть кожу, высыхать, изменяться ее внешний вид и цвет. Начинается выпадение волос, которые, в общем-то, тоже доставляют дополненное количество неприятностей. И изменяются также все придатки кожи, в частности, нервные пластинки. Такие серьезные заболевания, которые провоцируются стрессом, это неродермит, экзема, псориаз. Даже экзема? Даже экзема или псориаз. Но, понятное дело, что может возникнуть сразу вопрос. Нервничают все, а болеют такими заболеваниями единицы. То есть те, кто больше восприимчив, да? Те, кто больше восприимчив, но мы все прекрасно знаем, что по наследству передается не заболевание, а предрасположенность к нему. И поэтому люди, которые имеют семейно-монарно заболеваниях кожными процессами, всегда должны быть начеку, что любой стресс, даже может самый незначительный, всегда может спровоцировать вот такие тяжелейшие кожные процессы. А вот если, допустим, если я знаю, что у меня в родне, допустим, такое было, какие мне можно меры профилактические применять, чтобы не допустить развитие таких процессов? Ведь заранее всегда лучше бороться с чем-то, нежели по факту уже. Во-первых, обращать внимание на любое изменение, которое происходит на коже. Не отпускать это на авосье, что само пройдет. Всегда нужно обращаться к драматологу и сразу решать этот вопрос, обязательно указывая на тот момент, что в семье будут такие проблемы. Обязательно. Кроме этого, на приеме врач-драматолог всегда порекомендует обратиться на консультацию к другим специалистам, которые тоже могут влиять на эти процессы. В частности, к неволуку, к психотерапевту. Поэтому достаточно хорошая работа нервной системы в плане психоэмоционального может вас уберечь от возникновения таких заболеваний хронических, вот о чем я с вами сказали. Но кроме этого, стрессы ослабляют и другую систему. И после чего мы видим пациентов, огромное количество пациентов, которые приводят с различными, с провокацией различного рода вирусных инфекций, такие тяжелые, как герпесы, обоясывающие герпесы, или частый рецидив простого герпеса. Вот даже такое может быть. Огромное количество грибковых заболеваний, как кожной формы грибкового заболевания, или ногтевой формы грибкового заболевания, которые в принципе тоже стресс, ослабляя иммунную систему, дают этим грибкам достаточно простор на наших кожей и ногтях, чтобы они себя комфортно чувствовали. Поэтому стресс на самом деле в первую очередь, может быть не в первую, но затрагивает кожу и все ее придатки, в общем-то, напрямую. То есть иногда работа дерматолога заключается в том, чтобы посоветовать правильного специалиста, который будет бороться с причиной заболевания, а не уже с ее следствием. Кожа, в общем-то, самостоятельно, как орган, болеет крайне редко. Крайне редко. Таких патологий, ну то есть заболеваний, нужно перечислить единицами. Единицами. Всегда кожа, волосы и ногти – это отражение только проблем, которые происходят внутри нас. Это желудочно-кишечный тракт в первую очередь, эндокринологи, нервные системы. Ну, сердечно-сосудистые, как-то так очень опосредованно, хотя мы тоже иногда видим гледность, сокность, можно покровсти, которые, в общем-то, кожа, когда объединяется в процессе заболеваний, сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому, конечно, мы всегда работаем вкупе с огромным количеством смежных специалистов. У меня уже сказала, гастроперологи, эндокринологи, эндокринологи, терапевты. Это люди, которые нам помогают, в общем-то, справляться с этим проблемой. Может быть, иногда даже кожа является маркером тех заболеваний, о которых пациенты даже и не знают. И, в общем-то, по-коже мы можем определить достаточное количество процессов, которые происходят внутри, и, в общем-то, нацеливаемых пациентов, для того, чтобы они получили консультацию достаточно в количестве других специалистов. Вот иногда говорят, человек цветет, или ты светишься от счастья. То есть это, получается, в некоторой степени можно даже буквально понимать, да, что человек, у которого все, скажем так, находится в балансе, у которого жизнь сложилась, он и выглядит лучше, потому что кожа является маркером его здоровья, его общего состояния. Получается действительно так. Она не только из-за, конечно, из-за эмоций, но в какой-то степени кожа всегда отражает то, как человек вообще себя чувствует в целом. Вы абсолютно правы. Особенно, ну, сейчас, в общем-то, и мужчины стараются следить за собой. В общем-то, мы видим сейчас огромное количество ухожих мужчин, которые интересуются состоянием своей кожи даже на плане заболеваний, в плане косметики, в плане того, как они эстетически выглядят. Ну, и женщины, конечно, в первую очередь отражают плохое настроение, душевный дисбаланс, кожа, кожа всегда является, в общем-то, измерка нашей души, как и после глаз. Женщины более быстримчивые, да, женщины более ранимые. В общем, да, но психоэмоциональное состояние, на самом деле, оно действительно очень важно. На фоне психоэмоциональных расстройств первые симптомы, которые могут быть, это, например, повышенная потребность. Повышенная потребность, да. Вот. И мы, в общем-то, сразу же, естественно, решаем эту проблему. Пациенту рекомендуем образиться, когда крема не может, почему-то, поскольку опосредованно, поэтому может участвовать в ней в урошении работы щитовидной кризисы. Поэтому, вот это вот первые такие симптомы. Ну, я уже говорила раньше, что попадение волосы, то есть если у пациента припяток, говорят, вот почему-то без видимых причин, мы стали обладать волосы, волосы стали тусклые. Хотя, на самом деле, у этого стресса в общем принятом понимании, что это тебе кто-то в жизни, наверное, мотает нервы на работе. Так ты сам себе можешь мотать. В транспорте ты сам себе можешь мотать, да. То наша погода, наши экологии, в общем-то, так они безмолвно мотают нам нервы, что тоже, в общем, достаточно важно для кожи и для волосы. В общем, все, что с этим связано. Спасибо большое, Ирина. Хорошо поговорили. Давайте подумаем, о чем мы в следующий раз поговорим. Вы знаете, я думаю, что мы с вами можем обсудить очень же трепещущую тему, с которой приходим к результату очень много пациентов, начиная от подростков и людей достаточно взрослых. Вот, это убривое высыпание. Многие считают, что это просто дефекты кожи, с которыми очень просто справиться, и правильное назначение наших препаратов позволит нашим пациентам быстро избавиться от таких надобитых элементов. Поэтому я бы хотела, чтобы цепь, которая к нам сюда приходит, и которая нас увидит, под нашу перспективу, к нам приходить и понимая, что это огромный комплекс проблем, которые нужно решать. Не только интернатологи, но и других специалистов. Начиная там на диетологии, заканчивая полным обследованием, гастрометролога. В общем, я бы хотела, чтобы люди вполне понимали, что это не просто угрыб, а достаточно серьезное заболевание, решение, вернее, лечение которого требует решения многих новых проблем. Спасибо, Лена, до следующей встречи. Очень приятно было с вами пообщаться.